Заседание открыл и провел губернатор Алексей Русских. Обсудили тему весеннего паводка в регионах России и гуманитарную помощь пострадавшим населенным пунктам. В их числе Оренбургская область, где подтопило тысячи жилых домов и приусадебных участков. В это трудное время наш долг оказать всю необходимую помощь и поддержать наших соседей. У меня состоялся телефонный разговор с губернатором Оренбургской области, Дейсом Владимировичем Паслером, в ходе которого мы обсудили, какая поддержка необходима в первую очередь. Сейчас есть проблемы с обеспечением жителей питьевой водой, поэтому на прошлой неделе были доставлены гуманитарные грузы с 40 тоннами воды пострадавшей региону. Я благодарю всех причастных за оказанную помощь. Пока у соседей бушует паводок, в Ульяновской области заметно потеплело. Сразу же появился риск возникновения лесных пожаров. В регионе уже зафиксировано 20 возгораний сухой травы. Чтобы предотвратить лесные пожары, планируется усилить систему информирования о них, провести опашку территорий и патрулировать территории каждый день. На территории каждого лесничества разработан план тушения лесных пожаров. Он утвержден нашим распоряжением. Разработан сводный план тушения лесных пожаров, который согласован в установленном порядке с Рослесхозом и подписан губернатором Ульяновской области, в котором определены силы и средства, которые будут привлекаться при тушении лесных пожаров. В Ульяновской области продолжает развиваться экономика. За февраль индекс промышленного производства составил более 124%, тогда как индекс в Приволжском федеральном округе составляет 108%. Ульяновская область вошла в десятку регионов с самым высоким индексом промышленного производства. Ульяновская область растет прежде всего обрабатывающим производством. Там темпы роста еще выше. Наша классическая промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, показывает хорошую динамику по росту объема производства, по объемам продаж. Кроме этого, хорошо у нас наблюдается развитие в сфере малого и среднего предпринимательства. У нас сейчас 44,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют на территории Ульяновской области. У нас растут налоговые поступления. В Ульяновской области реализуют программу по обновлению системы водоснабжения. До конца 2024 года в Чердоклинском районе появится новый водовод. Его строят уже несколько лет. С появлением нового водопровода каждый житель района будет обеспечен качественной питьевой водой. Ситуация изменится к лучшему и в других населенных пунктах области. Начнутся работы по реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Базарный Сызган. Завершение планируется в 2026 году. Также начнется реконструкция системы водоснабжения в рабочем поселке Полдомасово Ульяновского района. Работы будут выполнены в течение двух лет. Кроме капитальных вложений за счет указанных средств будет выполнена замена шести водонапорных башен в шести населенных пунктах. Ульяновцев приглашают на конкурс региональные лидеры. Для этого нужно разработать и презентовать социально значимый проект. До 31 мая проходит первый этап конкурса. Победителей включат в кадровый резерв региона. Итоги конкурса подведут осенью 2024 года. В Ульяновской области к 9 мая приведут в порядок памятники. На восстановление воинских захоронений в 2024 году предусмотрели 5,5 миллионов бюджетных рублей. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.